Патентная система 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 То есть 6 тысяч рублей в год. Это есть величина налога, которую необходимо заплатить при применении патентной системы налогообложения. Вы приходите в налоговую инспекцию, пишите соответствующее заявление, получаете патент, оплачиваете, мы сегодня об этом скажем, в каком режиме, и здесь существуют определенные льготы, нюансы, оплачиваете фактически в течение года эти 6 тысяч рублей, и больше никаких налогов в связи с получением доходов от этого вида деятельности вы не платите. В этом основные преимущества применения патентной системы налогообложения. Она действует по принципу «заплатил один раз и забыл». Никаких претензий в связи с этим к тебе налоговую службу больше предъявлять не будет, мы не проводим никаких налоговых проверок по этим видам деятельности, соответственно, если вы правомерно используете патент. Кроме того, одновременно с этим индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты определенных видов налогов, но мы сегодня тоже об этом будем говорить. Вы сегодня принесли даже бланк, да, показать, что все просто, один листочек, я так понимаю, ничего больше. Абсолютно четко, вот так он выглядит патент, все достаточно просто. Более того, существуют простые способы получения патента и простые способы регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. А давайте об этом как раз поговорим. Какие преимущества для предпринимателя предоставляет использование патентной системы налогообложения? Вот я рассказывал о том, что при получении патента нужно заплатить налог, налогу занимаемся и с применением патентной системы. В течение года от доходов, полученных по видам деятельности, по которым получен патент, напоминаю, это 47 видов деятельности, индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты одновременно НДСа, налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц, за исключением имущества, которое используется для торговой деятельности или размещения административных офисов, деловых центров, соответственно. Кроме того, индивидуальному предпринимателю не придется вести бухгалтерский учет, не придется представлять какую-то налоговую отчетность на протяжении года по тем видам деятельности, в отношении которой действует патент. Не придется использовать контрольно-кассовую технику. Вот это, кстати, очень важный момент, да, и хочется, чтобы вы поподробнее рассказали об этом в том числе. Да. Одновременно, как только рассматривался вопрос о внедрении патентной системы налогообложения, федеральный законодатель ввел норму, закон о применении контрольно-кассовой техники, в соответствии с которой те индивидуальные предприниматели, которые перешли на использование патентной системы налогообложения, они освобождаются от обязанностей применения при расчетах, в том числе с населением, контрольно-кассовой техники. То есть здесь нужно четко понимать, что если предприниматель использует патентную систему, он ККТ и, соответственно, контрольно-кассовый человек может не пробивать, не закупать ККТ, не тратиться на это. Ну, если возникает необходимость все-таки подтвердить расчеты, взаиморасчеты между покупателем, соответственно, товаров, исполнителем услуг и так далее, то в этой ситуации можно использовать платежные документы, в том числе оформленные в простой письменной форме, чеки и так далее. Подводных камней здесь нет? Абсолютно никаких подводных камней нет. Я начал с того, что в первую очередь патентная система применяется для индивидуальных предпринимателей, поэтому физическому лицу, который имеет определенные виды доходов, соответственно, ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но и после этого переходить уже на применение патентной системы. Есть какой-то аспект, который не позволит перейти на эту систему? Да, есть ограничения по потенциальному виду дохода, но эти ограничения, как правило, они, в общем-то, не распространяются на те виды деятельности, по которым востребована патентная система. В течение года ограничение фактического размера дохода на суммы 60 миллионов рублей. Я сразу скажу все-таки характерные примеры, по которым востребована патентная система на территории нашего региона. Значит, какие это виды деятельности? Это, конечно, аренда жилья, о которой мы уже говорили, аренда нежилых помещений, это ремонт автотранспортных средств, услуги по перевозке грузов, по перевозке пассажиров. То есть, самое актуальное? Самое актуальное, совершенно правильно вы говорите, это автосервисы, это услуги прихмахерских, это дизайнеры, это бэбиситеры, это фотоателье и так далее. То есть, я рекомендую, прежде чем индивидуального предпринимательного, а на первом этапе, конечно, это физическое лицо до регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, подумать, как мне легализовать полученные доходы от предпринимательской деятельности, посмотреть, входит ли тот или иной вид деятельности, соответственно, в перечень, по которому можно применять патентную систему. Это как раз тот самый областной закон 72, о котором я уже сегодня говорил. Более того, обращаю внимание, что на сайте Федеральной налоговой службы действует налоговый калькулятор для применения патентной системы налогообложения. Это тоже очень удобный сервис. Для того, чтобы не смотреть, не искать, соответственно, нормативные документы, можно воспользоваться этим калькулятором. Вы вносите информацию о регионе, о месте осуществления деятельности для применения патентной системы налогообложения. И сразу же сумма потенциально заложенного размера годового дохода в нормативных актах от нее берется 6%, и вы видите, какую величину налога вам необходимо заплатить за получение патента. А если мы занимаемся каким-то видом деятельности не только в Рязани, но, к примеру, за городом, что происходит в этом случае? Еще более льготные условия налогообложения возникают в этой ситуации. В прошлом году на территории Рязанской области было принято изменение в закон о патентной системе. Изменение какого порядка? Вся территория субъекта федерации дифференцирована на 4 экономических района. Смысл этой дифференциации? Размер потенциально годового дохода, который нормативно установлен, понизить в зависимости от того, где осуществляется та или иная деятельность. Скажем, в городе Рязани, соответственно, размер потенциального дохода 100%. На территории города Касима – это второй экономический район. Размер потенциального дохода, от которого взимается налог и исчисляется 6%, уже устанавливается в размере от 90% от потолка. 90% от того, что есть в Рязани. Ну и так далее. Соответственно, в целом районирование осуществлено 90%, 75%. В Ермишинский район 60% от потенциального дохода берется. Именно от этой суммы считается налог взимаемости и с применением патентной системы. Совершенно необязательно знать эти нюансы. Достаточно воспользоваться для расчета налогов, взимаемости с применением патентной системы, нашим налоговым калькулятором на сайте налог.ру. То есть, видите, помимо того, что созданы условия для быстрого поиска информации о потенциальном налоге, который необходимо будет заплатить при применении патентной системы, еще и внутри области во взаимодействии с правительством Рязанская областная дума создала такие условия путем внесения изменений в закон о патентной системе, когда вся территория субъекта федерации, она действует в зависимости от того, где, как экономически наиболее привлекательно складывается те или иные принципы использования патентной системы. Поэтому все быстро, доступно и, в принципе, востребовано. Если вы задаете вопрос, сколько людей у нас уже получили патенты, то это более 1 тысячи индивидуальных предпринимателей. Сумма налога к уплате у нас также возросла по сравнению с прошлым годом, в этом году практически в два раза. Это порядка 26 миллионов рублей уже сейчас. Да, может быть, она не столько значительная, но для нас принципиально создать условия для обеспечения привлекательности, востребованности применения патентной системы. Как можно больше видов предпринимательской деятельности, которые самые распространенные, самые ходовые, находились не в тени налогообложения, а наоборот, индивидуальные предприниматели, понимая преимущество применения патентной системы налогообложения, использовали бы ее, повторяя принцип, заплатила один раз налоговую службу, официально, федеральный бюджет неосоответствующий денежные срезы применения патента, и спокойно осуществляешь свою предпринимательскую деятельность, независимо уже от величины фактически полученных доходов. Спасибо. Я думаю, что мы достаточно подробно объяснили телезрителям, что к чему. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.тв. Обращаю внимание, что в случае, если какие-то вопросы остались все-таки неосвещенными или что-то непонятно с точки зрения применения или условия перехода на применение патентной системы налогообложения, то всегда их можно задать по единому федеральному номеру контакт-центра налоговой службы 8-800-222-22-22. Номер абсолютно бесплатный. Это федеральный информационный центр, где с удовольствием наши специалисты также расскажут потенциальным и динальным предпринимателям о применении патентной системы. Спасибо. В нашей студии был Алексей Лощенов. Это была программа подробностей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова